Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья! Что делать, если путешествие за границу по различным причинам недоступно? Ответ очевиден. Пришло время ближе познакомиться с родным краем. Для предприимчивых же людей внутренний туризм – это еще одна сфера для реализации своих бизнес-идей. Как стать частным экскурсоводом и в чем плюсы агро-экотуризма? Узнаем об этом у наших сегодняшних героев. Меня зовут Вероника Даниленко. На протяжении пяти лет я занималась экскурсиями, проведением. Работала в организации экскурсоводом. И последние полтора года я перевела свой бесценный опыт и навыки в такую частную сферу. Скажу, что это очень интересное направление, которое до сих пор мне нравится заниматься. Я провожу индивидуальные экскурсии, прогулки. Работаю с группами туристическими, большими. И знакомлю с историей нашего города Гомеля, показываю достопримечательности. И вдохновляю на новые путешествия по нашей стране. На мой взгляд, сегодня абсолютно каждый человек может попробовать себя в этой сфере. Потому что если ты ландшафтный дизайнер, если ты фотограф, а если, например, ты путешественник и тебе есть что рассказать этому миру, то почему нет? Но, конечно, тут есть и подводные камни, потому что мало разработать маршрут, изучить какой-то текст, получить информацию. Нужно пройти процесс аттестации в Национальном агентстве по туризму Республики Беларусь. Это очень важно для профессионализма экскурсовода, для его оценки в первую очередь. Сама аттестация проходит в два этапа. Первый этап состоит из прохождения курсов и тестов на знания общие. Это не только истории, география, это экономика. Абсолютно разные направления. Проходной балл должен составлять не ниже 60%. Затем он допускается автоматически к защите своего маршрута и подтверждении на свою профессиональную пригодность. Если ты убеждаешь, что ты действительно любишь это дело, то у тебя все сходится воедино, и ты получаешь этот бейдж. Во-первых, само понятие экскурсовод как профессия очень многогранно. Нельзя сказать, что когда человек выучил определенную информацию, маршрут, на этом останавливается он. Нет, это абсолютно не так. И надо понимать, что человек на протяжении всего становления своего ищет информацию, пользуется не только интернет-ресурсами, в первую очередь это книжные материалы, литература, общается и выезжает на семинары, участвует в конференциях. Наконец, он коммуникативен и общается с коллегами для того, чтобы быть в тренде, для того, чтобы следить за последними новинками и внедрять, применять их в свои экскурсии. Для того, чтобы начать понимать, нужно путешествовать самостоятельно, выбирать какие-то населенные пункты, пусть это будет небольшая какая-то деревня. Можно пообщаться с местными жителями, которые расскажут интереснейшие легенды, случаи. Я думаю, это тоже важно, потому что даже из моего опыта, путешествуя где-то за пределами Беларуси и, в принципе, я сама везде бывала, в очень многих городах нашей страны, я люблю возвращаться в наш город. И хотелось бы, чтобы наши жители начинали с путешествий. Происходило осознание того, что у нас богатый культурный потенциал, богатое культурно-историческое наследие и своим личным примером показывали, что действительно это так. У меня есть много идей по проведению экскурсий. Для меня интересен именно индивидуальный формат, потому что, когда 4-5 человека, им можно большее внимание уделить, большую такую популярность. В последнее время даже приобретают такие инстаграмные туры, фото-туры. И тут не надо обижаться экскурсоводу, а наоборот, это обыграть себе же в плюс, потому что, я думаю, каждый человек, который работает в этой сфере, он понимает, что да, информация – это суперинтересно, это здорово, но нужно оставить не только у себя в голове, но и на память, показать своим друзьям, родственникам, похвастаться о том месте, где ты был очевидцем, посмотрел прекрасные красоты, природу, достопримечательности, объекты, архитектуру, и не бояться участвовать в таких мероприятиях. То есть экскурсоводу нужно постоянно развиваться. Мне хотелось бы пожелать всем начинающим экскурсоводам не бояться выглядеть глупыми, не опускать руки, потому что это та сфера, которая очень, во-первых, эмоциональна. Ты порой не можешь предугадать настроение твоих посетителей, но когда ты вовлечен в процесс, и после экскурсии приходит понимание того, что все не зря. Ты делаешь хорошее дело, ты доносишь информацию до людей, и, в принципе, ты полезен обществу. Поэтому я хочу пожелать всем не бояться таких каких-то организационных, в том числе, моментов, и пробовать свои силы в этом направлении. Тематические велотуры, лесные походы и путешествия онлайн. Вот лишь некоторые из альтернативных туристических услуг, которые можно использовать в качестве бизнес-идей для нашего региона. А вот, к примеру, уже проверенный в нашей стране вариант – агротуризм. Подробнее об этом на конкретном примере. Отправляемся в Реческий район. Меня зовут Алексей, мне 32 года, сам родом я из города Минска, по специальности программист. Не так давно, в сентябре прошлого года, мы с супругой переехали в Речицу, она родом отсюда, и решили заняться агроусадьбой. Наша агроусадьба называется Forest Paradise, находится в деревне Горваль, это Глыбовский сельский совет. Здесь очень красивая природа, сама усадьба находится в лесу, недалеко речка Березина, чуть-чуть выше по течению реки, сливается с Днепром. Тут очень большой старик, хорошая рыбалка, недалеко заказники с охотничьей угодья. Территория усадьбы 1 гектар, тут 4 домика, в данный момент сдается пока только один, еще работы ведем по территории озеленения надо заниматься и строительством вот еще двух домиков. Сама эта агроусадьба начинала заниматься еще мой тесть. Здесь было все заросшее, здесь была старая база отдыха. Они ее выкупили, начали приводить в порядок, он был рыбаком и охотником, и вот на этой сфере он как бы хотел и ориентироваться. Но потом, к сожалению, мне тести не стало. Территория стояла, начала приходить в негодность потихоньку, дома начали ветшать. И вот не так давно, в сентябре, мы с супругой как-то случайно затронули эту тему, начали разговаривать, что может быть как-то или продавать надо в порядок приводить, продавать. Я как-то немножко поднастоял, и мы очень быстро так вот решили попробовать переехать и заняться агроусадьбой. Своим посетителям мы можем предложить отдых в домике, баню, беседку, ну и, естественно, лесные красоты. Здесь недалеко есть кони-ферма, можно организовывать конные прогулки, прекрасная река, очень живописные места. Есть черные аисты, они занесли мне в Красную книгу. Я больше хочу ориентироваться на семейный отдых. Мне хочется, чтобы родители с детьми приезжали, свежим воздухом дышали, купались. Поэтому я здесь хочу организовать детскую площадку. Вот мы сейчас планируем бассейн установить, батут детский. Хотим горку, песочницу, хотим сделать беседку такую детскую. Мы, если честно, очень-очень волновались. И, знаете, такое интересное чувство, когда ждешь не заработка от того, что те люди приедут и заплатят, а просто, чтобы вот они наконец-то едут, чтобы им все понравилось. И мы тут так старались, все убирали, украшали, наряжали. В итоге мы получили вот это удовлетворение. Им очень понравилось. Вот они у нас на лето арендовали на 4 дня. У ребенка будет день рождения, беседки будут отмечать. Мы просто завели страничку в Инстаграме. Потихонечку ее наполняем контентом. Фотографии, описания добавляют, что наши гости, которые были, свои отзывы оставляют. Вообще, наверное, самая, пока что основная реклама – это Куфор. Самая, наверное, на мой взгляд, самая простая площадка для рекламы. Хорошая реклама, хороший внешний вид. Ну и, естественно, наверное, это гостеприимство. Скажем так, людям нужно все преподносить, угождать. Как на любом отдыхе, когда тебе за тобой ухаживают, убирают, тебе предлагают все время что-то. Ну, наверное, вот это вот составляющие успеха. На самом деле, по агроусадьбам государство нас очень все упростило. Это очень большой плюс. Значит, надо обратиться в местную администрацию. То есть, ну, как на моем примере, это Глыбовский сельский совет. Я написал туда заявление. Потом в Речице я поехал в администрацию, написал заявление. Отдел спорта и туризма. Место, где будет сама агроусадьба, ты должен быть прописан. Ну, в принципе, можно почитать закон, там ничего сложного. Он маленький. Все там доступно написано в этом законе. Очень удобно, вот опять же, государство упростило это все по поводу отчетности. То есть, ну, ничего специально открывать, ни ИП, ни какое-то юрлицо. Простая отчетность, один отчет раз в год. Одна базовая величина – это налог в год. То есть, все очень, ну, доступно и просто. Любишь это дело, надо просто взять и начать. Как говорят, глаза боятся, руки делают. Все, оно получится. Раньше, позже. Ну, много усилий, естественно. В любом деле, что бы ты ни начинал, надо много усилий. Естественно, хочется достроить уже все четыре домика. Мне еще хочется сделать зал для проведения мероприятий. Мне очень хотелось бы сделать рыбацкие угодья. То есть, здесь территория позволяет. И мне хотелось бы выкопать озеро, туда запустить рыб. На берегу сделать такие беседочки для рыбаков. Большим очень еще стимулятором, ну, помимо того, что мне очень хотелось, природу, свой дом – это когда ты со своей семьей находишься целый день. Потому что, ну, все знают, уходишь в 8 на работу, в лучшем случае в 6 возвращаешься. И видишь себя минимально. Выходные. С ребенком много времени тоже не получается проводить. Потому что выходные, где-то хочется и отдохнуть. А здесь мы находимся с семьей все время. Круглосуточно мы друг друга видим, вместе этим занимаемся. Это самый, наверное, самый-самый большой плюс от этого. И самая большая стимулятор. По мнению наших героев, туристический потенциал нашей страны велик. И до конца еще не раскрыт. А это значит, что у каждого творческого и предприимчивого жителя региона есть неплохие шансы на успех в этой сфере. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин